Пусть не такое красивое блюдо, но зато более полезное. Привет всем, кто зашёл на мой канал. Приготовила, как всегда, вкусное и простое блюдо. Можно его назвать капуста с картошкой, с мясом, солянка, овощной рагу. Кому как нравится. Очень простой рецепт, готовить абсолютно несложно. Морковку я натуру на крупной тёрке. Капусту, лук, картошку и грудку я порежу. Вот так я порезала капусту, довольно-таки крупно. Ну вот, в принципе, и всё. Продукты подготовлены. Сейчас надо их перемешать. Кстати, капусту я немножечко помяла руками, чтобы она стала помягче и немножко посочнее. Но этого делать не обязательно. Выкладываем сюда все продукты. Взял я в миску побольше, а то неудобно перемешивать. Посолю. Добавлю перец чёрный. Но это опять же по желанию, кто как любит. Немножечко добавлю сушёной зелени. У меня домашняя. Перекладываю в форму, потому что я блюдо буду готовить в духовке. Помидоры. Чтобы с них не снимать кожуру, я обычно этот процесс упрощаю. Вот так вот разрезаю на две половинки. И натираю помидор на мелкой тёрке. Остаётся одна кожура и мякоть вот здесь. Можно использовать томатную пасту. У меня на данный момент нет томатной пасты. Добавляю примерно стакан воды. Добавлю чуть-чуть соли, потому что я не уверена, что там у меня всё досолено. Ну и выливаю сюда вот. Помидор можно добавлять побольше. Для того, чтобы была кислинка, я добавила огурчик солёный. И сверху я положу немножечко сливочного масла. Форму накрываю фольгой. И отправляю в духовку минут на 40. Температуру я поставлю примерно 170 градусов. Ну вот и всё, блюдо готово. Стояло на духовке где-то час. Температуру я сначала поставила 170 градусов, а потом увеличила до 200. Пусть не такое красивое блюдо, но зато более полезное. Не надо здесь ничего не пережаривать, обжаривать. Добавлять какие-то особенные приправы, специи. Всё натурально, всё очень вкусно. Капуста такая нежная на вкус, не хрустит. Я не люблю, когда хрустит капуста. Но может быть, если только слегка. Можно добавить сметаны, посыпать зеленью. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.